Здравствуйте! В студии столицы Нижний Евгений Деревянко. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Сегодня в выпуске. Россия. Время молодых. В Нижнем Новгороде подводят итоги конкурса молодежных проектов. Победитель получит грант на реализацию своей идеи. На смену европейской придет русская зима, когда ждать морозов в Нижегородской области. Волна искусства. В НГХМ открылась персональная выставка художницы Елены Березиной, которая в своем творчестве синтезирует живопись, музыку, поэзию и философию. В Нижнем Новгороде подводят итоги конкурса «Россия. Время молодых». Сегодня с самого утра участники презентуют свои проекты в девяти различных номинациях. На отборочном этапе эксперты рассмотрели 123 работы. Главный приз – грант на развитие своего дела. Репортаж Юлии Серебряковой. Девять номинаций и 180 заявок. Именно столько было претендентов для участия в конкурсе «Россия. Время молодых». Многих привлекает возможность получить грант на 100 тысяч рублей, но главный шанс – реализовать проект в своем городе, районе или даже дворе. Те заявки, те проекты, которые представлены, они, скажем так, очень конкурентны. Сегодня придется действительно повыбирать. Могу сказать, что никаких решений заранее не принято. Будем сегодня смотреть как с чистого леса. Участников конкурса распределили по разным секциям, где они представили свои проекты в форме презентации. Сюда специально пригласили руководство города, депутатов и предпринимателей. Благодаря этому конкурс стал отличной площадкой для взаимодействия и дальнейшего сотрудничества. В номинации «Туризм» Владислав Балахнин из Держинска планирует разработать справочник о достопримечательностях города на русском и английском языках и установить на улицах специальные информационные стенды. Установка ряда с 15 ключевыми достопримечательностями Держинска – куэр-стендов с аудиоверсией гида на обоих языках. Основная часть стендов расположится в исторической части Держинска. На первых, планирую потратить свою большую часть гранта. Молодежь всерьез задумалась о привлекательности нашего региона во всем мире. Именно в номинациях «Культура» и «Туризм» поступило больше всего заявок на конкурс. Крупнейших международных туроператоров сегодня больше всего интересует именно наше деревянное изотчество. Представители со стороны той же Англии, Японии, в первую очередь, знают, какие потребности? Хотят колорита деревенского, хотят стиля, интереса, вот именно такого экологического туризма. Поэтому прекрасный проект, вот то, что было интересно рассмотреть, и действительно нужно сейчас вместе с ребятами подумать, как это адаптировать именно в качественный проект. В зале по соседству участники решают экологические проблемы. В числе проектов – возможности вторичной переработки, выявление несанкционированных свалок за счет съемок из космоса и создания экопарка. В районе есть озера, туда ездят на машине, соответственно, мы загрязняем окружающую среду, а парк наш находится в шаговой доступности, где могли бы все мы вместе отдыхать. Для этого мы бы и хотели благоустроить эту зону. Мне нравится, когда ребята нестандартно смотрят на различные ситуации, связанные с оценкой экологического ущерба определенного, с различными вопросами, связанными с раздельным сбором мусора, интересные проекты. Уровень подготовки участников совершенно разный. Одни проекты находятся на стадии идеи, другие готовы к реализации. Победителей будет всего несколько, но это не значит, что остальные инициативы так и останутся на бумаге. Организаторы предусмотрели и этот момент. И отдельная совершенно работа – это фонд на поддержку территории депутатской. У многих депутатов работа ведется не системно. То есть выделяются деньги на те проекты, которые просто подали заявку. Даже это не просто проект, это мат, помощь и так далее. То есть никакого конкурса не ведется и хаотично распределяются средства. Мы же хотим выделять средства только наиболее конкурентным проектам, идеям. Благодаря организации подобных площадок лауреаты конкурса в будущем смогут обсудить свои проекты непосредственно с депутатами. Они готовы найти время для молодых и активных. Поэтому вопросу будут выносить на комитеты в городской думе и областном ЗАГС собрании. И уже в следующем году воплощать в жизнь. Юлия Серебрякова, Андрей Панов. Столица Нижней. На смену европейской зиме придет настоящая русская. Об этом рассказали нижегородские синоптики. Самыми холодными месяцами станут январь и февраль. Средняя температура около 20 градусов мороза. Что же касается декабря, то он будет достаточно теплым, но снежным. В остальном без сюрпризов, как было, к примеру, в прошлом году, когда был побит столетний температурный рекорд. Со второй половины декабря все-таки зима, по предварительным прогнозам, должна встать и стать настоящей зимой. Самые низкие температуры, которые в декабре могут отмечаться, вот по предварительным расчетам, середина декабря, начало третьей декады, это минус 20. Нижегородский государственный художественный музей накрыл волна искусства Елены Березиной. В экспозиции «Вейв-арт» представлено более 50 работ, выполненных в различных техниках. Сама художница называет себя экспериментатором. Изобразительное искусство она сплетает с философией, музыкой и поэзией. Сюжет Антона Ганина. Мир Елены Березиной – это волны. Так она его не только видит, но и изображает. С этим искусством она экспериментирует уже 12 лет. На ее холстах есть не только волны океана, но и невидимые. Видимых волн не так много. То есть, когда дует ветер или когда колышется океан, это мы видим. А много волн невидимых, например, звуковые волны, когда мы слушаем музыку. Музыкальной теме посвящена отдельная серия работ. Художница надевает наушники и слушает самую разную музыку. От классики Скрябина до экспериментального рока Пинк Флойд. Затем импровизирует или просто рисует музыку. Очень интересно посмотреть, насколько каждая мелодия, каждый композитор несет свои ритмы. Допустим, Скрябин – это у меня божественная поэма. И Пинк Флойд – здесь у меня Чайковский, Снегурочка, балет. И Черный Свинк, например. Там уже более такие геометрические формы пошли. И вот это направление музыкальное, оно настолько безумно богато и интересно. В экспозиции представлены в основном работы последних лет. Здесь около 50 картин. Тем, кто хочет познакомиться с вейв-артом, организаторы выставки советуют не бояться включать воображение и интерпретировать для себя творчество Елены Березиной. Творчество Елены – это, в первую очередь, творчество свободы. И человек, приходящий сюда, он не должен находиться ни в каких рамках в плане интерпретации. Он может смотреть на эти картины, искать сам смысл, искать какое-то созвучие своими ощущениями внутренними. Выставка «Вейв-арт и искусство волны» будет работать в Нижегородском государственном художественном музее до 25 декабря 2017 года. Антон Гайни, Екатерина Анисимова, Юлия Серебрякова, Георгий Захаров. Столица Нижнего. Торговый центр «Этажи» встретил зиму огромными скидками. Цены даже на новые коллекции на прошедшие распродажи были снижены на 80%. Дополнительную праздничную атмосферу для любителей шоппинга создал Дед Мороз и хорошая музыка. Сюжет Екатерины Анисимовой. Заходя в «Этажи», каждый покупатель попадает в новогоднюю сказку. На входе гостей встречает красавица Ёлка и главный волшебный герой декабря – Дед Мороз со Снегурочкой. Поздравляем вас с наступающим 2018 годом! Приходите в «Этажи» за покупками! Частичку праздничной атмосферы каждый покупатель мог забрать с собой домой. Во время распродажи работали фотографы на месте, снимки наносили на магниты. И все же главное, зачем нижегородцы пришли в «Этажи» – эксклюзивные скидки до 80%. «Приятница приобрела удачный пуховик, очень довольна. Нам подняли сегодня настроение пушетом. Мы получили скидки достаточно хорошие. У меня было 25% и на пуховик 30%. Мы приобрели брюки, шорты. Пока все. В поиске. Пока в поиске. Хорошие скидки. Сорву? Сорву. Повточку. Едем в штанишки. Почти 30%. Там где для молодых женщин. Помимо выгодных и, несомненно, модных покупок, торговый центр дарит ценные подарки. Сертификаты на 5000 рублей. Те, кому они достались – настоящие счастливчики. Они могут продолжать шопинг в любимых бутиках, только уже бесплатно. Сертификат бутик «Мерлин Люкс». Первый день зимы. Как неприятно получить такой подарок. Для тех, кто не успел воспользоваться выгодными предложениями, с 20 декабря в этажах стартует пора зимних скидок. Это отличная возможность встретить Новый год во всеоружии. В новом образе и с приятными подарками для близких. Екатерина Анисимова, Никита Вертлин. Столица Нижнего. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем сайте. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова